Информационный канал продолжает экспертное мнение. Здравствуйте. Обсудим сегодня национальный рейтинг трезвости регионов Российской Федерации. В Ижевск приехал руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Здравствуйте, Султан Султанович. Добрый день. В топ-10 рейтинга трезвости вошли северокавказские республики и ряд других южных регионов страны. Чечня, Ингушетия, Дагестан уже традиционно возглавляют этот список. И, в общем-то, основная причина понятна. Там большинство населения исповедует ислам. Далее следует Белгородская, Ростовская области, Ставропольский край, Астрахань. Если сравнить эти регионы с нашими краями, с республиками и областями Урала, Поволжья, чем ситуация там кардинально отличается или не столь кардинально? Ну, во-первых, если бы это был только религиозный фактор, так называемый, то проблемы в регионах вообще не было бы. Но мы видим, что все равно и уровень смертности, и ДТП, и травматизм по вине пьяных, и даже на Северном Кавказе есть. Поэтому мы, в первую очередь, должны говорить, наверное, о таких важных акцентах, как духовно-нравственное воспитание с точки зрения института семьи. То есть это более бережное отношение и подготовка детей с детства, и участие родителей в вопросе воспитания детей. Поэтому здесь есть примеры, которые можно брать на вооружение, когда мы говорим Чечня, Дагестан, Ингушетия. Принципиально убежден, что, наверное, религия была бы показателем, если бы, например, мы говорили про Татарстан, и он входил бы в четверку. Но в силу ТАТС, Спиртпрома, многие другие действия, мы видим, что Татарстан входит в двадцатку регионов по уровню трезвости, так называемую. И, с другой стороны, вам прямой показатель, например, Белгородская область, которая в этом году вошла в топ-5 положительных примеров. Поэтому я считаю, что во многом изменение региона в рейтинге и их прямое участие в формате защиты здоровья граждан зависит от прямой работы региональных властей. Сегодня, с точки зрения, так называемой, казуистики, у регионов есть практически 70-80% прав и полномочий. Эта законодательная база лежит в сфере розничной продажи алкоголя в сфере регулирования конкретных регионов. И в этом плане важно, чтобы, первое, был запрос общества, второе, реакция региональных федеральных властей, не просто попытка навести порядок, а конкретные действия в этом направлении. Пример. Вот многострадальная тема, связанная с так называемыми наливайками. Эти квази-общепиты, которые мы знаем, они не кормят, они поят. Это разная тема. И это все создает такое криминальное усугубление в конкретных дворах. Я уверен, мы с вами сейчас выйдем и пройдемся по-южевску. Как в многих других городах России, проблема остро выраженная. И в этом плане, конечно же, важно, чтобы сфера регулирования этих вопросов была не только обязательством регионов, но и федерального центра в том числе. Потому как мы говорим о том, что в обществе есть такой запрос на решение конкретной этой проблемы. Первое. Второе. Мы, когда сегодня поднимаем вопрос алкоголя, а я бы сказал, деалкоголизации общества, мы должны вопрос поднимать как национальной безопасности, и сферы национальной безопасности. Почему? Потому что мы видим, у нас ежегодно алкоголь вымывает, а по-другому нельзя уже об этом говорить. Колоссальное количество граждан. Мы теряем более 500 тысяч человек ежегодно впрямую или косвенно связанных с алкоголем. Поэтому, конечно же, вопрос принципиальный для нас. Давайте озвучим критерии рейтинга, по которым формируется вот эта градация регионов. Понятно, это смертельное отравление, уровень потребления алкоголя. Какие еще критерии? Национальный рейтинг трезвости, что называется у юристов, для чистоты взаимоотношений, это независимый аналитический доклад, который не привязан никакому мнению о министерствах или каких-то других политических или административных группах. Основная цель этого рейтинга – добиться справедливой оценки того, что происходит в регионах и на федеральном уровне, когда мы говорим про вопрос регулирования алкогольного рынка и его последствия. Это первая и важная цель. Поэтому при попытке проанализировать то, что всегда считалось невозможным, мы взяли самые примеры, которые были бы безупречны в своей практике. Мы опираемся только на официально открытую статистику. Это раз, два. Мы взяли официально открытую статистику пяти важных, на наш взгляд, органов. Таких как Минздрав, МВД, Росалкогольрегулирование, Росстат. Понимаете? И при всем этом мониторинге конкретных цифр мы взяли конкретные показатели. Какие я объясняю? Это смертность по вине алкоголя, это ДТП по вине алкоголя, это количество алкоголиков официально зарегистрированных в регионе, это уровень фактической продажи алкоголя в регионах, в которую вошли 18 видов алкогольной продукции. А это, чтобы вы понимали, по вычислению проводится более 100 тысяч операций. Это очень тяжелая и кропотливая работа, которая ведется экспертами-аналитиками почти полгода. После того, как официальная статистика выгружается для такой работы. И в совокупности к концу года мы имеем такой независимый экспертно-аналитический доклад, который мы называем «национальный рейтинг трезвости». Как оцениваете динамику нашей республики на протяжении этих трех лет? Угнуртия сейчас примерно в середине списка занимает 49-ю позицию. Да. Вы знаете, что за год произошел положительный сдвиг. Там, по-моему, плюс 16 позиций с 65-й на 49-ю. Это хороший показатель. В общем, мы видим, что первый год была динамика между первым и вторым вниз. Потом она пошла вверх. Но здесь самое главное говорить о том, что все те критерии, которые мы в этом году взяли как дополнение, они сыграли в плюс. Почему? Потому что мы впервые в этом году высчитали цифры реальных проблем в регионах и цифры реальных продаж в регионах. Это было легко сделать, потому что заработала система ЕГЭИС, так называемая. И здесь, конечно же, мы принципиально убеждены, что есть еще вторая проблема, о которой тоже важно сказать. Это контрафактная часть рынка. Мы же прекрасно понимаем, что мы высчитываем легальную плоскость. Есть вторая проблема. Это контрафактная зона, которая в зависимости от региона имеет от 50 до 70% от рынка. И поэтому в совокупности мы говорим о том, что благодаря системному комплексному подходу можно навести порядок в этом вопросе. Это раз. Второе. Какие действия должны входить в эти направления? Первое. Это пропаганда здорового образа жизни. Это преимущественно дети, молодежь. Второе. Это пресечение нелегальных оборотов. Это контрафакт, то, что мы называем. Все, что входит в нелегальное время, в нелегальном месте, детям, без акцизов, без лицензии. Вот здесь должна быть более карательная ответственность. Третье. Это реабилитация. Мы еще обязаны говорить о том, что мы обязаны, как государство, у нас в Конституции написано, лечить тех, кто больны. То есть, когда мы говорим про алкоголиков. И четвертое, не меньше по важности, по степени, это ресоциализация тех, кого вылечили, возврат их в общество, трудовые коллективы, семьи. В общем, в совокупности, если мы добьемся этого, это будет положительная динамика. — Глава Удмуртии Александр Бричалов поручил разработать республиканскую антиалкогольную программу. Ее буквально представили только что. Вы с ней уже успели ознакомиться? — Вы знаете, да. Мы ее читали и помогали при составлении. Я считаю, что это абсолютно правильный и абсолютно грамотный ход со стороны руководителя республики. Вообще, Александр Владимирович в этом плане качественно отличается по сравнению с другими главами регионов. Я поясню, в чем я здесь сейчас хотел бы выделить. Это в прямой реакции. То есть, когда мы говорим, что можно написать главе это в социальных сетях, и он даст на эту прямую реакцию. Сегодня таких глав по пальцам не посчитаешь. Не посчитаешь одной руки даже, к сожалению. И вот в этом плане надо обращаться и к нашим слушателям, пользоваться этой ситуацией. Если есть факт нелегальной продажи алкоголя, пишите и говорите. И я уверен, на это будет реакция. Это первое. Второе. Про саму программу теперь. Программа важна. Меня вообще удивляет в этой ситуации, что такой программы не было до этого. Это первое. Второе. Когда мы говорим про саму программу, и ее не просто степень важности, а механизмы реализации, безусловно, основной акцент должен делаться на гражданского общества и на поддержку гражданского общества. Вот там, в этой прослойке, самый основной фундамент по положительной реакции. Но поверьте мне, сегодня люди прекрасно понимают, что проблема алкоголя и его последствий находятся на расстоянии вытянутой руки. Во многих семьях это проблема. И люди хотят, чтобы этот вопрос был решен. Я уверен, что совместными действиями, а мы готовы в этом плане, я об этом говорил сегодня и сейчас, повторяю, мы не просто готовы оказать содействие или помогать, мы готовы 24 часа в сутки все имеющиеся у нас наработки, методики и экспертно-аналитические силы потратить на то, чтобы этот вопрос в республике Удмуртия мы довели до логического, правильного и разрешения с точки зрения защиты здоровья наших граждан. Какие еще можете привести примеры успешных действий, я думаю, в данном случае региональных властей, чтобы как-то в какой-то период вытащить регионы? Хороший вопрос. Показатель в этом вопросе Белогородская область. Я бы сакцентировал на ней внимание. Как я и говорил, если глава региона дает реакцию, есть и положительные изменения. Это раз. Два. Безусловно, уникальность рейтинга состоит в том, что нельзя на него оказать политическое давление. Мы, по крайней мере, всеми своими силами делаем так, чтобы такой реакции не было. И изменения в рейтинге по попытке правил одного звонка, что называется, здесь как раз таки не работает. Были первый год, когда мы выпустили такой доклад, попытки договориться, что называется. Надо вещи вообще своими именами называть. Но я считаю, что если регион хочет меняться в рейтинге в лучшую сторону, он должен работать над критериями, которые выбраны. Должно, соответственно, а меньше умирать людей, а в идеале вообще этой проблемы не должно быть по вине алкоголя. И, соответственно, рост контрафакта должен пойти вниз, а не расти, как это происходит, в принципе, у нас по всей стране. Вот здесь самое главное, когда мы говорим про алкоголь, и об этом сегодня мы встречались с молодежью на встрече, отдельно сказал, мы вообще живем в такую эпоху притупленного инстинкта самосохранения, когда не до конца думаем о тех последствиях, которые происходят вокруг нас, и по вине определенных сфер рынка коммерческого, алкоголь в частности, табак можно еще сюда добавить. И в этом плане я считаю, что эта сфера регулирования или сфера защиты здоровья людей, она должна быть направлена в одну сторону. Не в интересах алкогольных корпораций, а в интересах защиты здоровья наших граждан. Это вопрос номер один, я считаю, это вопрос национальной безопасности, повторяю еще раз. И здесь главное, чтобы государство свою роль выполняло на 100%. Еще один момент, на примере Ижевска, я думаю, что это для многих регионов тоже ситуация типичная. Несмотря на запрет поздневечерней, ночной продажи, разумеется, алкогольной продукции, есть ряд точек, адреса могу назвать, мы снимали на камеру, на улице Совхозной, на улице Холмогорова. Могу позднее просто это все предоставить, точные адреса отправить. То есть торговля ведется, пиво покупают, стоят очереди в ночное время, там и на стойку боярышника. Что штрафные санкции не пугают таких предпринимателей? В чем причина, как можно повлиять на них? Здесь две проблемы, о которых вы сказали. Первая, это продажа в ночное время. Во-первых, если вы вспомните, 7 лет назад, когда такая инициатива появилась, было много критиков, а точнее критиканов, которые говорили, что это не даст положительные плоды. Во-первых, дало положительные плоды. Благодаря в том числе таким решениям сократился общий уровень и потребления, и вовлечения молодежи в это потребление. Не колоссальные изменения, но они есть. Здесь и панацеи нет во всем этом вопросе. Но когда мы говорим теперь про боярышник, боярышник сегодня в нашей современной реалии – это собирательный образ, в который вошли все те слабые стороны регулирования алкогольного рынка. Во-первых, боярышник, и об этом важно говорить, я вообще его называю такой жидкий спайс, назовите так называемый наркотик. Это тематика, связанная с продукцией двойного назначения. Когда на этикетке написано якобы лосьон, там для ванн, а все прекрасно знают, что это просто 95% спирт. И его покупают, смешивают и пьют. А кто-то пьет его вообще в той консистенции, в которой он есть в бутылочке. И, соответственно, человек погибает быстрее. И вопрос в другом – мораль. Я всегда сторонник. Если есть проблема, ее надо называть вещи своими минами. Есть такой предприниматель, живет он в городе Самара. Мы уже выясняли этот вопрос по фамилии Островский. Бывший сотрудник МВД, их отдела по экономическим преступлениям и коррупции. Вот он и сделал этот бизнес. Сегодня это миллиардер, который за 8 лет стал супербогатым человеком, только продавая вот эти фанфурики так называемые. Я считаю, что мы обязаны как общество на это реагировать. И вообще второй вопрос к прокуратуре. Почему, я же в юриспруденции четкое определение, называется заведомо мошенническая схема. Почему по всей этой цепочке вопрос не решен? Почему этот вопрос не закрыт? Мы же прекрасно знаем, что 99% боярышника идет не по назначению. Что они идут именно в ту категорию, которую мы называем алкоголики. Их, к сожалению, у нас много. У нас получилась такая вторая динамика, когда отдельные мошенники и преступники, а их надо называть именно так, они зарабатывают именно гробя наше население, доводя их до спаивания через вот это пойло. И, к сожалению, сегодня, когда мы говорим вот эту проблему с боярышниками связанную, вот вы сейчас будете удивлены, это практически прошло у нас год и два месяца, как произошел инцидент в Иркутске. Когда именно вот это пойло, а по-другому его нельзя назвать, погубило и погибло более 80 человек. Вы же помните, вы помните реакцию президента. Он сказал, разобраться в этом вопросе. К сожалению, не разбираются. Надо открыто сказать это. Объясню, вот буквально на днях кулуарно в Иркутске суд принял решение. Того, кто намешал всю эту консистенцию, его всего на всего штрафовали на 250 тысяч рублей. Ни журналистов, ни общественников, никого не пригласили. Второе, ну, наверное, отдать на должное и спасибо, это наш коллега Эдуард Петров и ваш коллега-журналист на федеральном телеканале «Россия-24», который поднял этот вопрос, провели небольшое там расследование по этой теме. Поэтому здесь в совокупности я сегодня принципиально убежден, что такого, скажем так, сегмента рынка, как вот эти лосьоны связаны именно якобы, как будто бы для ванн, но в итоге это именно доступ дешевого пойла до вот этой больной категории граждан, не должно быть на рынке. В нормальном, светском, развитом государстве, в котором есть четко поставлена программа по защите здоровья граждан. Абсолютно согласен. Спасибо вам за интересный разговор, за ваше экспертное мнение. В нашей студии был руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. До встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова